Друзья, всем привет! Сегодня предокончательное видео по установке ГБО на Renault Duster. Я не снимал установку электрики, но принцип тот же. Вся полная установка есть в плейлисте, посвященному Opel Moco. И еще раз напоминаю, что это ГБО оттуда, с Opel, снятая и перекочевавшая на Duster. Значит, блок размещен вот здесь, блок ГБО. Вот смотрите, за аккумулятором на вот таком небольшом кронштейне. Ну, самоделка, естественно, но здесь он штатный, я даже ничего не сверлил. Стал, значит, кнопка. Сейчас будут важные вещи, если будете ставить, запоминайте. Кнопку разместил вот здесь. Вот эта вот панелька, вот эта вот одна панелька, вот эта небольшая, она снимается и сверлите в ней дырку. А в дальнейшем можно будет, если будете снимать ГБО и продавать, можно будет ее, ну, снять и поменять, чтобы дырки не было. Тянет принципиально. Протягивается все вот через этот, через блок предохранителей в салоне и туда же подключается к предохранителю номер 5, он на схеме указан, номер 5. На 5 ампер стоит предохранитель, который отвечает за коробку передач. Значит, от замка зажигания она включается вместе с замком зажигания, поэтому к ней можно подключить плюс на включение ГБО. Дальше. С баллона датчик топлива прошел у нас внизу, там где рампа, там где идет топливный провод и там где идет газовый провод. Дальше вот он здесь проходит и вот он идет сюда, ну и дальше возле редуктора идет поиск соединение. От редуктора к нему минус и есть специальный провод на него. Дальше. Самое страшное, что есть в этой установке, это подключение лямбда зонда. Значит, он находится вот там, чтобы вы не искали, потому что я искал. Вот отсюда видно красный проводок под гофрой. Это провод лямбда зонда. Я тут залазил, прям залазил на машину, полностью телом ложился и там ковырялся, припаивал. Ну, короче говоря, отгибаете вот эти шланги на воду, на печку, огибаете там все. А, откручиваете вот этот кронштейн, он держится на одном болту. Там кронштейн с уком такой. Его не видно из-за вот этой вот херни. Вот он. Вот этот кронштейн откручиваете, дальше снимаете фишку и под фишкой пропаиваетесь. Значит, провод, который вам нужен, на лямбде он черный. Там идет серый, черный, два белых. На лямбде он черный. Если слева направо от фишки, он второй. Значит, а на самой фишке это провод коричневый. Это сигнальный провод, которому нужно подключиться. Ну и последнее. А, да. Ну, подключил, естественно, в редуктор питание, чтобы включался, чтобы включался, скажите мне, я скажу, мультиэтот, клапан электромагнитный. Подключил также к редуктору, к датчику. Датчику температуры два провода. Вот, кстати, схема, по которой подключался я и копилю, и здесь я ее уже использую. Значит, ну и самое вкусное это наши форсунки. Ну, кстати, я там читал, что некоторые вырезаются вот здесь вот в блок, прям в ЕБУ. Там есть, ну, проспиновка, провода, куда можно подключить. Но я не стал и по старинке подключил вот так. Замотал здесь все. Ну, короче говоря, как обычно. Желтый, допустим, здесь желтый и желто-черный с полоской. Желто-черный вы подключаете на ЕБУ, то есть на провод, который вы откусили, он идет в косу. А желтый вы подключаете на саму провод, который идет к форсунке. Ну, и так далее. Я еще не подключил сам ЕБУ. Видите, у меня, ну, блок питания, блок мозги газовые. У меня питание еще не подключено. Но суть вот такова. Сейчас я все смонтирую до конца здесь доделаю. На штатные места все поставлю. Да, все вот такие вот гофры. Вот так вот я подделал, чтобы красиво было. Не знаю, зачем. Захотелось, наверное, просто. И продолжим обзор. Так, друзья. Короче, я решил испытаться и вообще взял и завел. Но все работает. Торсунки цокотят. Значит, прогрелся и заработал сразу же. Я имею ввиду без настройки. Стал работать на газе. И даже чек-энж не вываливается. Держит обороты. Плохо очень газует. Тупит, конечно. Ну вот. Кнопочка. Вот он бензин. Раз, он выровнялся. Поправил. Тут все все хорошо. И вот он газ. Включаешь. Все есть. Ну, дребезжит, правда. Короче говоря, здесь требуется еще ну, естественно, донастройка. Я ее проведу, сделаю. И можно будет ездить. Ну, а сейчас можно все назад уже. Ну, вот. Слышите, да? Раз, он чуть ли не заглохнет. Ну, а на бензине, естественно, все нормально. Раз, и обороты держит. Так, все. Я выключаю. Короче, вы все поняли. Всем успехов в ремонте. В установке газа. Жду ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. И в конце этого ролика я еще вам покажу, как все это будет выглядеть уже в окончательном варианте под капотом. Итак, друзья, вот как это все выглядит по итогу. Вот там форсунки, провода, ЭБУ, провод и так далее. Единственное, где-то потерял вот этот хомутик резиновый. Вообще, обыскал здесь уже часа два, наверное, ищу. Не могу найти. Так что будьте бдительны, внимательны. Всем спасибо, всем удачи. До следующего видео по настройке. Всем пока.